Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется Галинка Малинка 2. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ребят, огромное вам спасибо за то, что писали сегодня хорошие, приятные мне комментарии. Под моим сегодняшним роликом на поберуху честно ответить не было никакой возможности по той простой причине, потому что я сегодня просто ношусь, как говорится, в три ноги, еле-еле выпустила ролик и бегом-бегом бежать по своим делам, только вот приехала домой. Что хочется сказать? Благодарность, конечно, моим зрителям, особенно моим тем, которые постоянно и приходят, которые приходят всегда с каким-то тоже хорошим настроением, моим, так скажем, верным-верным товарищам, верным моим зрителям. Спасибо вам большое за поддержку всегда и за ваше понимание, и за разные моменты, да, и за любезности, которыми мы с вами всегда обмениваемся, помимо того, что обмениваемся информацией о поберухе. Но, вы знаете, появляются такие кадры, которые нам вовсе не товарищи, как говорится, но это самые настоящие хомяки, лёльки-поберухи. Вот один комментарий, я просто, ну, не могла пройти мимо этого комментария, вроде ничего здесь нового нет. Но, опять же, почему я говорю, новинки нет никакой, да, новизны нет никакой в этом комментарии. Всё, вы знаете, вот всё исключительно по шаблону поберухиному. Ну, по той простой причине, потому что ни мозгов у этих товарищей нет, как и у лёльки, собственно, ни какой бы то ни было фантазии. Так вот, некая Ангелина написала, как вам не позорно судить, слушать вас, да у неё 10 детей, и только за это она достойнее вас, а вы пытаетесь осуждением заработать. Ну, по поводу заработать, я уже 255 тысяч раз говорила о том, что зарабатывать, работать и зарабатывать – это достойно уважения. Любой труд достоин уважения, в том числе и труд блогера, как ни крути, да. Не достойно сидеть на паперти тогда, когда у тебя есть, хоть на ютубовской паперти, хоть на реальной паперти, тогда, когда у тебя есть руки и ноги, есть здоровье, есть возможность работать, но при всём при этом ты сидишь и попрощайничаешь и вводишь людей в заблуждение. Это раз. Ну, а во-вторых, я хочу сказать вот таким вот, знаете, мамкам-кошкам, которые готовы рожать каждый божий год, да, всем, кому не лень, каждому мужику по ребёнку, я хочу сказать один момент. Достоинство человека определяется не количеством детей. Достоинство человека определяется не количеством мужей. Достоинство человека определяется не количеством мужиков в твоей жизни, а также достоинство человека не определяется количеством половых связей. Достоинство, оно либо есть, либо нет, Ангелина. Достоинства у паберухи нет априори, потому что женщина, которая может себе позволить сидеть каждый день на ютубовской паперте и просить, хотя у неё есть средства к хорошей жизни, она может себе её сама обеспечить без помощи и без денег своих хомяков, да, здесь ни о каком достоинстве, чести и достоинстве вообще не может быть никакой речи. Достоинство человека определяется его личностью, его человеческими качествами, его жизненными принципами и прочими моментами. Поэтому, ну, не вам говорить, да, это очень глупо судить и говорить о том, что вот у неё 10 детей, а значит, она достойнее вас. Возможно, она, Ангелина, достойнее вас и таких, как вы, да, раз для вас она предел для подражания. Но для меня женщина, родившая 10 детей, абсолютно не какой-то там, знаете, прям вот супер-пупер достойный человек. А родить можно кого угодно. Алкашки, асоциальные личности тоже плодятся каждый божий год для того, чтобы жить на пособие, а потом своих детей, знаете, сплавляют в лучшем случае, так скажем, во всевозможные детские дома, да. В худшем случае с ними могут случаться всевозможные ужасные истории, которые мы можем как раз-таки наблюдать на передаче «Мужской и женской» и многих других передачах. Поэтому, ну, глупо говорить о том, что женщина, родившая, вот кто больше родит, тот и достойнее, да. То есть, если она преступница, если она убийца, если у нее чем больше детей, значит, она достойна. Ну, короче, логики никакой. Опять же, что папируха тупая, что у нее хомячье, ее вот просто тупые, тук-тук, я сама открою, просто, вот знаете, больше даже говорить не о чем. В общем, ребят, что случилось у Лельки? Лелька вышла на стрим, на очередной стрим. Сидит, сегодняшний стрим. Могу сразу сказать, траура не будет. Да, ребят, почему я так сказала, траура не будет? Помните тот самый момент, когда Лелька вот рассказывала о том, что вот у нее произошла очередная потеря с Шуриком вот туда-сюда. Правда, вот они ребенка там планировали, не планировали. Она потом сама запуталась, и вот она рассказывала, что все, все, я настолько вся в трансе, да, я настолько вся переживаю, что все, я не готова, я даже не буду себя приводить в порядок, я не буду, значит, краситься, я не буду красить волосы, перестану ходить по салонам красоты, маникюры, педикюры, все, как говорится, осталось в прошлом. Мне нужно время, чтобы привести себя в чувство. Ребята, вы знаете, вот на самом деле, здесь с ней все было понятно и ясно, что это просто ее, так скажем, очередная игра. И вот, кстати, не успела Лелька вчера, что мы вчера с вами по горячим следам обсудили, не успела Лелька вчера сказать о том, что они с Женечкой, друзья мои, вот там собирались в город, и перед тем, как поехать, помните, я рассказывала, что Женька ей наносила мейкап, да, дочка Женька. И, мол, Лелька сослалась на дочку, сказала, что вот Женя мне сказала, мама, ну все, хватит сидеть уже с кислой миной, мол, типа пора брать себя в руки, да, надо тебе преобразить себя, надо тебе привести себя в порядок, все-таки надо следить за собой и обязательно ехать в салон красоты. Ребята, я этот момент, когда вчера услышала, мне стало смешно, я сразу сказала, я говорю, ну все, говорю, все понятно, говорю, скорее всего, говорю, завтра, говорю, в ближайшее время или в ближайшее время Лелька покатит в салон красоты. Ну, так оно и случилось, Лелька действительно покатила в салон красоты. Кстати, тем, кто мне пишет, а вот на том канале, а вот там вот об этом говорили, ребят, не надо мне об этом писать, я никуда не хожу абсолютно. У меня есть свой канал, у меня есть первоисточники, то есть, если мне нужно сделать обзор на поберуху, мне не нужны ничьи абсолютно обзоры, я спокойно сажусь, смотрю Лельку и делаю свои обзоры, мне для этого никто, ничьи обзор мне абсолютно не нужен, поэтому как-то так. Так вот, да, я исхожу из того, что я вижу как раз-таки непосредственно у нее в ее материалах, в ее роликах, на ее стримах, которые она нам показывает. Так вот, ребят, так оно, в принципе, произошло. Еще подумала, думаю, не знаю, либо завтра поедет, либо поедет все-таки уже, так скажем, вот прям-прям перед самым накануне своего, значит, дня рождения. Ну, вот Лелька приехала, приехала, уселась на стрим и говорит, а что я вышла на стрим? А я, говорит, да, я хочу, говорит, похвастаться, посмотрите, какая я, мол, сама красота, да, говорит, я очень себя люблю, говорит, конечно, мне нравится, когда вы мне отсыпаете комплименты. Ну, понятное дело, хомяки будут в любом случае ее отсыпать комплиментами, даже если Лелька будет сидеть с фингалами под глазом, знаете, в платке, замотанная, укутанная по полной программе, хомяки все равно скажут, Оля, ты самая красивая, ты самая стройная, ты самая грациозная, ты самая вообще привлекательная, обаятельная, в общем, да. Так вот, друзья мои, Лелька придумала новую мульку, новую фишку, это, говорит, мои детки, мне, говорит, вместе с моей мамочкой решили сделать заблаговременно, так скажем, подарочек, подарили деньги, дабы я сходила в салон красоты и привела себя в порядок. Да, да, она, говорит, а иначе мне бы пришлось ходить седой, ну или ходить лысой. Хотя тут же, ребят, Лелька проговорилась и сказала о том, что она говорит, да мне надоело плевать на себя, пора бы, мол, уже с собой и заниматься, я ведь женщина. И вот у меня тут к Лельке вопрос, Лелька, ты уже определись, ты уже две разные версии выдвинула, да, ты уже определись, либо ты сходила в салон разово, исключительно только потому, что тебе, значит, денежки дала Женька, дали твои дети, а также твоя мама. Либо ты, да, да, либо ты, как говорится, это будешь делать, так скажем, на постоянной основе. Основе, ребят, согласитесь, на самом деле смешно. Лелька пытается, конечно, пытается людей ввести в заблуждение, думать, что все кругом исключительно дураки, никто ничего не понимает, да все все прекрасно поняли. Вчера уже я говорила в своем обзоре о том, что как удивительно у Лельки все складывается. Вот только-только надо идти, как говорится, в салон красоты, тут же, либо, знаете, либо кто-то высылает ей денег на маникюры, педикюры, либо тут же подходит какой-то праздничек, вот ей там, значит, кто-то там кидает копеечку, дочка, сыночек, там, мамочка и так далее. Лелька, вопрос на засыпку. Ну, раз тебя вот все время так фартит, да, вот. Ребят, я надеюсь, все понимают, что это Степ, потому что некоторые вообще не понимают моего сарказма. А Стеба, некоторые все воспринимают за чистую монету. Так вот, у меня вопрос к Лельке на засыпку. Лелька, если тебе так действительно фартит, если уж ты такая фартовая, кстати, обожала фильм фартовый. Так вот, с Епифанцевым. Так вот, Лелька, почему же, где же твой вот этот вот фарт, когда тебе срочно на холодильнике, срочно на страховке, срочно на техобслуживание нужны деньги? Ну, где этот фарт? Ну, где эти самые люди, которые готовы тебе почему-то давать деньги на маникюры, педикюры, но не готовы вовремя тебе вот просто кинуть денег на то, что тебе нужно кровь из носа? Ребята, согласитесь, смешно. Ну, согласитесь, реально смешно, понимаете? То есть на то, что, так скажем, можно немножко, да, как-то вот... Нет, я не говорю о том, что женщина не должна ходить по салонам красоты. Должна. Женщина должна за собой следить, ухаживать, если у нее есть такое, так скажем, желание, да? Но когда ты на все про все просишь, а потом спокойно находишь деньги, дабы идти в салон красоты, ну, это вызывает некие, так скажем, вопросы. И здесь же все все прекрасно абсолютно понимают, да? Одно дело, когда ты ходишь на свои... Вот, допустим, я хожу каждые три недели в салон красоты на свои деньги. Мне никто не может ничего предъявить, абсолютно нигде. В том числе и не на Ютубе нигде, потому что я ни у кого ничего не прошу, да? Так же, как и многие мои знакомые, друзья, приятельницы, там, какие-то коллеги и так далее. Ну, а здесь Лелька вынуждена говорить о том, что, ой, да это выслали конкретно на салон красоты. Ну, и да эта дочка дала на салон красоты вместе с мамой. Ну, что она скажет, что я пошла, да, захотела и пошла, и оставила там 4-5 тысяч рублей или там 6 тысяч рублей. Конечно, она такого сказать не может, ведь она сидит потом на паперте на ютубовской и просит, дайте, подайте, вот мне срочно надо. Далее, ребят. Не успела Лелька прийти из салона красоты, выйти, усесться на стрим, как тут же начала жаловаться. Да, говорит. Ну, практически, знаете, это выглядело как. В салон красоты сходила, там денежку оставила, а вот социальные выплаты, видите ли, ей жалуются, маловато будет. Маловато, говорит, мне пришло. То есть, вот, ребят, ну, вот на самом деле, согласитесь, какая-то ситуация очень и очень странная. И тут же демонстрируют нам. Просто вот телефон взяла, да, поднесла, так скажем, к экрану, говорит, вот, смотрите, кто-то ей там пишет, ну, что вам, типа, 15 тысяч дали там социальные выплаты, да? Она говорит, нет, ни за что, не догадайтесь, сколько, и начинает в экран нам засовывать телефон с суммой 3800 рублей. Они, говорит, победили, ну, типа, государство, чиновники победили, я сдаюсь. Лёлька, а ты для государства, для чиновников рожала своих детей? Мне просто интересно, или для самой себя, или для своих мужей, да, для кого ты вообще все это рожала? И вот, знаете, ну, показала она сумму. Скажите, пожалуйста, кто понимает, что эта сумма конкретно оттуда? Ну, кто может сказать точно, что это сумма, которую ей отправили, якобы, типа, на всех детей? Ну, это же бред полнейший, ребят. Тут же Лёлька начинает рассказывать о том, что да, вот они признали меня, что вот я, значит, не нуждаюсь и так далее. Лёлька, показать ты можешь все, что угодно. На заборе тоже, знаешь ли, хрен написан, как говорится, да, вернее, слово из трех букв. А там на самом деле дрова. Поэтому, поэтому, опять же, ребят, говорить можно все, что угодно, да. Ну, вот как бы то, что Лёлька любительна за соврать, мы с вами все это знаем прекрасно. Далее. Далее, когда Лёлька сказала, что все, конец близок, ребят, честно, в этот момент я уже испугалась. Я даже как-то испугалась. Она говорит, конец близок. Я думаю, блин, что случилось, чей конец она увидела, да, и обнаружила, что он уже близок. Оказывается. Она имела в виду, что близок конец автокредита. Но это нечто. В общем, чума болотная, иначе не скажешь, да, вот такими словами бросается громкими фразочками, а потом спрашивают, а что опять у меня вот это вот произошло, и так далее, потому что тебе сто раз говорили, не гневи Бога, не гневи Бога, не насылай на свою тупую голову лишние какие-то проблемы. Потому что, как правило, когда люди желают, так скажем, да, либо желают кому-то что-то плохого, говоря, там, вот, прилетит тебе бумеранг, либо когда люди гневят Бога, да, и ждут, не дождутся каких-то там моментов, то это может все, к сожалению, коснуться не только их тупой башки, но и, так скажем, упасть на плечи их родных, близких детей, ну, и самых-самых родных людей. Короче, вот так вот. На вопрос, друзья мои, а будет ли, собственно, флешмоб 11.11, Лёлька успокоила своих хомяков тем, что да, будет, теперь флешмобы будут практически каждый день. Ну, она объяснила это тем, что ей срочно надо закрывать автокредит. Короче, хомякам Лёлькиным, тупым физкульт-привет, что я вам могу сказать? Сушите сухари, потому что на большее вам теперь денег не хватит, вам теперь придется все, что нажито непосильным трудом, отдавать, друзья мои, которые мне вовсе не друзья, поберухи. Ну, как говорится, кому сейчас легко? Лёльке, как известно, денежки, конечно же, нужнее, нежели вам. Поэтому вам останется только исключительно на сухари и на водичку. Все остальное отдаете Лёльке. Ну, а далее, друзья мои, Лёлька начала рассказывать о том, как же ей обидно читать про Шурика, ну, такую, знаете, на праслину возводят на этого святого мужчину. Ну, вы должны уже смириться с тем, что поскольку Лёлька святая женщина, с ней, конечно же, априори должен быть обязательно святой мужчина, не иначе. Так вот, она сказала, вы что там про него говорите, что он алкаш, и тунеядец? Она говорит, какой он алкаш? Он за лето, говорит, за последние, говорит, наверное, несколько месяцев, один раз, говорит, по лету со мной пивоса выпил. Ребят, мне так смешно стало, вы понимаете, это просто что-то с чем-то. Лёлька, это по его внешнему виду видно, да, если бы он у тебя завязал хотя бы, так скажем, на несколько месяцев, да, даже не то, что на полгода, на 3-4 месяца, на полгода человек, да, по нему было бы видно, что он действительно ведет относительно здоровый образ жизни. По нему видно, что он в 35 лет, блин, выглядит как дядька, 50-летний, многие 50-летние мужчины выглядят значительно интереснее. Ну, это опять же из той же серии, как и Лёлька в 36 лет, да, пусть у неё там нет каких-то морщин, хотя, в принципе, их, наверное, не должно быть в таком возрасте, но у всех, опять же, по-разному, да, разное состояние кожи. Но Лёлька ведь тоже выглядит взрослой, вот она прям какая-то вот тётенька-тётенька. И здесь дело не в лишних килограммах абсолютно, потому что очень много девчонок полноватых, они симпатичные, они такие, прямо у них, знаете, такие вот черты лица, такие приятные, миловидные, такие какие-то даже вот, ну, интересные, так скажем. Так вот, ребят, ей было неприятно, и Лёлька сказала, мне так неприятно, когда вы обсираете тех людей, которые, которых я вам показываю. Лёлька, ну ты молодец. Вот знаешь, Лёлька сказала, что ей обидно за этих людей. Лёль, а почему тебе не обидно за бывших мужей, которых ты сама настолько сильно обсираешь, что тут даже ни один хейтер не справится, да, столько никогда говна не нальёт, сколько ты выливаешь на своих бывших мужей, с которыми ты жила, с которыми ты спала, и от которых ты, между прочим, рожала своих детей, да. И когда ты говоришь о том, что они там у тебя всякие разные, даже эти грязные слова повторять не буду, друзья мои, да, ты не думаешь о том, что дети твои же пойдут по стопам твоих родителей. Ну так, на минуточку, вспомни хотя бы Чикатило, там и многие-многие другие, да, так скажем, штампы, которые ты ставила на своих же бывших мужья. Ну, а когда Лёлька сказала о том, что, ой, да они всем не завидуют, ребят, мне здесь, знаете, стало уже как-то немножко, даже, ну, уже не смешно, да, от этой зависти глупой, мне стало уже подташнивать. Вот честно. Я понять не могу, чему можно позавидовать женщине, которая в свои 36 лет, понимаете, она несчастна, несчастлива от своей жизни. Всё, что она может, это разводить, пока ещё, пока есть такая возможность, людей на бабки, да, и то только разводить вот таких вот лохов и дураков, других она не сможет. Это женщина, которая никогда не была любима ни одним из мужчин. Ни один из мужей её никто не любил никогда. И даже этот Альфонс, который сейчас находится рядом с ней, находится только потому, что у неё есть какие-никакие деньги. Иначе бы он давным-давно, иначе бы он даже на неё не посмотрел, понимаете. Она никак бы никогда в своей жизни не любила, кроме самой себя. Дети эти ей в тягость. И жизни ей не такое хотелось. Ну, неужели можно завидовать тёте? Ну, потому что в 36 лет, знаете, многие выглядят по-другому. Опять же, я говорю, здесь дело не в том, что она там весит больше, чем могла бы весить, да. Я имею в виду вообще вот внешний её вид, её какое-то внутреннее, душевное состояние и так далее. Неужели можно завидовать женщине, которая не любит саму себя, не уверена в самой себе, которая терпеть не может всех вокруг, ненавидит всех вокруг, которые никогда мужчины не любили, и которая вообще, вообще вот просто, знаете, своей жизнью недовольна. Неужели ей можно завидовать? И эта женщина ещё вынуждена сидеть целыми днями с протянутой рукой. Боже мой, о какой зависти здесь вообще может идти речь? О какой зависти здесь можно говорить? Да она ненавидит свою жизнь. Она готова была бы быть вообще и без детей, и шляться по мужикам, и восполнять все те годы жизни молодой, когда ей нужно было гулять с друзьями. Да, я не говорю, что в 13-14 лет надо бросаться под мужиков. Нет, у нас такого даже, кстати, не было в голове. Да, я уже говорила об этом. Вот. Ей надо было тогда гулять с друзьями, веселиться, учиться, продолжать учебу, получать какое-то образование. Всё это время она вытирала сопли своим детям и рожала, 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 ещё раз рожала. Ну и жила с мужиками, которые чуть ли там, знаете ли, не в дедушке годились. В общем, как-то так. Поэтому чего тут можно завидовать? Тут можно только пожалеть. Но жалеть её не хочется, потому что она не тот человек, которого стоит пожалеть, да. Она тот человек, который сам никогда никого не пожалеет. Ребят, вот такой получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, ещё раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо. Ребят, всех целую. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова